Добрый вечер. Вашему вниманию новости на телеканале Хабар. В студии работы Динары Жамбатырова. Сонтоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. И вот главные темы выпуска. Переговоры с ЕС. МИД Казахстана намерен договориться об облегчении визового режима с Евросоюзом. Как изменится процедура выдачи шенгенской визы? В третий раз Си Цзиньпинь вновь избран председателем КНР. Одним из первых с переизбранием на пост его поздравил Касым Жумар-Токаев. Чемпионат по биатлону. В Щучинске продолжается чемпионат мира по биатлону. В нем участвуют сборные 40 стран. Зарубежные гости высоко оценили уровень организации. И начнем выпуск с официальных новостей. Касым Жумар-Токаев принял сегодня ректора казну имени Альфа-Раби Женсита Тоймибаева. Он отчитался президенту о результатах академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности. А также рассказал о перспективах развития университета. Отмечу, сейчас в УЗИ обучаются больше 24 тысяч студентов. Порядка трех тысяч из них иностранцы. В прошлом году заключено больше 30 договоров с ведущими мировыми университетами. Филиалы ВУЗа действуют в Стамбуле и Бишкеке. Женсей Томибаев также сообщил, что в прошлом году была повышена заработная плата профессорам и преподавателям. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета. Касымжумар Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Глава государства направил телеграмму, в которой отметил, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются, назвав все эти успехи результатом личного вклада Си Цзиньпина. Президент пожелал председателю Китая успеха в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу благополучия. Итак, Си Цзиньпинь стал первым в истории КНР председателем страны, избранным на третий срок. Он также возглавил Центральный военный совет КНР. Напомню, лидера страны избирают на сессиях парламента раз в пять лет. Решение депутаты приняли единогласно. Третий срок Си Цзиньпина стал возможен благодаря внесенным изменениям в Конституцию страны. Раньше правление председателя ограничивалось двумя сроками по пять лет. Заместителем председателя КНР стал Хань Джен. Также депутаты поддержали реформу Государственного совета, которая предполагает сокращение численности служащих Центрального аппарата на 5%. Завтра на очередном заседании должны утвердить кандидатуру главы правительства. МИД Казахстана намерен договориться об облегчении визового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал сегодня замглавы ведомства Роман Василенко. Он отметил, что в прошлом году наша страна уже подписала соглашение о взаимном освобождении от визовых требований с Албанией и Андорры. Аналогичная договоренность имеется с Сербией и Черногорией. Облегчение визового режима предусматривает снижение стоимости шенгенских виз для казахстанцев и сокращение количества документов, необходимых для ее получения, а также сроков рассмотрения. У нас существует соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое полностью вступило в силу в марте 2020 года. И в этом соглашении в одной из статей говорится, что стороны соглашаются начать переговоры по облегчению визового режима. И этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны. Рационально использовать водные ресурсы в стране, посоветовал председатель Верхней Палаты парламента. Сегодня под председательством Маулина Шимбаева состоялось очередное заседание клуба молодых экспертов при Сенате. Его участники обсудили вопросы водной безопасности, в частности, внедрение проектов замкнутого водопользования. В ряде регионов страны сегодня остро ощутима нехватка водных ресурсов. Маулина Шимбаев также затронул актуальную задачу вододеления с предельными государствами и совместное использование трансграничных рек. К слову, водный кодекс, принятый больше 20 лет назад, корректировался свыше 70 раз. И президент страны поручил разработать новый закон о воде. Водный кодекс, который сегодня действует, был принят в 2003 году. В этом документе вода рассматривается прежде всего как фактор производства. Сейчас концепция другая. Вода – это ценный ресурс. Поэтому нужно к нему относиться бережно через умеренное потребление, через какие-то реформы в системе ЖКХ, через цифровизацию, модернизацию инфраструктуры, использование в сельском хозяйстве водосберегающих технологий. Премьер-министр страны Алихан Смейлов прибыл в Алматы с рабочим визитом. Он ознакомился с производством школьных автобусов, посетил ряд других крупных промышленных предприятий. Глава правительства встретился с резидентами городской индустриальной зоны, а на совещании с представителями местной исполнительной власти обсудил вопросы дальнейшего социально-экономического развития мегаполиса. Глава правительства первым делом посетил завод по выпуску пассажирской грузовой и специализированной техники. На данном производстве изготавливаются специальные школьные автобусы по заказу Министерства просвещения. Акимат планирует закупить здесь 100 единиц техники для развозки школьников, которым трудно добираться на учебу. Всего будет охвачено около 8 тысяч детей из 29 учебных заведений, а сами автобусы оснастятся современными средствами безопасности. Премьер-министр отметил, что проект «Школьный автобус» – это своевременное решение важного вопроса. «Школьные автобусы мы освоили в конце 2022 года, это был декабрь месяц. Школьные автобусы, они отвечают всем стандартам технического регламента с увеличенной системой безопасности. Автомобиль не разгоняется свыше 60 км в час». Далее глава правительства ознакомился с ходом строительства первого в Казахстане завода по производству алюминиевых и бименталлических радиаторов отопления. Их изготавливают методом лития под высоким давлением. Общие инвестиции в проект составляют около 15 миллиардов тенге. На июль текущего года уже намечен запуск литейного производства. «Мы с Акимом города договорились уделять особое внимание развитию подобных импортозамещающих производств с высоким уровнем передела. В частности, запуск данного завода внесет существенный вклад в снижение зависимости Казахстана от поставок радиаторов из других стран». В рамках своей рабочей поездки премьер-министр также провел встречу с резидентами малых промышленных парков и городской индустриальной зоны. Гафу Али, Мухит Кудухпаев, Хабар, Алматы. Председатель ЦИК продолжает объезжать регионы. В рамках подготовки к предстоящим выборам Нурлан Абдиров провел обучающий семинар совещания в Казлардинской области. 19 марта здесь будут работать 516 избирательных комиссий. В их составе 3382 человека. Право избирательного голоса имеют 486 тысяч казлардинцев. На встрече с руководителями госструктуры и ответственными лицами были проработаны важные оргвопросы и практические кейсы. Нурлан Абдиров встретился с членами территориальной избирательной комиссии и ответил на интересующие их вопросы. В этой деловой игре был отражен весь избирательный процесс от открытия участка до его закрытия. Анализ ситуации показал, что важно повышать правовую грамотность всех участников избирательного процесса. Члены комиссии, избиратели и наблюдатели должны знать законы, свои права и уметь пользоваться ими. Такой же семинар прошел и в Туркестане. Как известно, предстоящие выборы пройдут по смешанному принципу. Одна часть депутатов будет выбрана на основе конкурентоспособности партии, другая по мажоритарной избирательной системе. В ходе встречи председатель ЦИК Нурлан Абдиров разъяснил основные положения работы участковых избирательных комиссий, наблюдателей на местах, ведение предвыборной агитации и формирование списков избирателей. В Туркестанской области работает свыше 940 избирательных участков. В списках электората больше 1 миллиона 100 тысяч человек. Члены республиканского штаба партии Аманат продолжают свое агит-турне по регионам. Сегодня партийцы встретились с жителями Алматинской области. Чтобы из первых уст узнать детали предвыборной программы, в Доме культуры города Конаев собрались порядка 200 человек. Отмечу, что 85% населения региона проживает в сельской местности. Поэтому для них особенно актуален вопрос доступности пастбищ, а также льготного финансирования на селе. В горных районах жители волнуют вопрос газификации. Всем им подробно рассказали об основных приоритетах программы партии Аманат и ответили на вопросы. Акцент был сделан на развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Прошел год с тех пор, как в стране начались изменения. Президент говорил о них в мартовском послании. Предстоящие выборы в Мажелис, Маслихаты подытожат процесс обновления всех институтов власти. Кандидаты в депутаты от партии АУЛ отдали дань памяти трём героиням Великой Отечественной войны Алие Молдогулова, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой. Партийцы посетили Центр патриотического воспитания Алия в Актюбинской области и ознакомились с его работой. Побывали кандидаты и в мемориальном музее отважной пулеметчицы Маншук Маметовой в Уральске. В этом доме некоторое время жила семья Маметовых. Не обошли стороной и школу, где училась лётчица Хиуаз Доспанова. Затем кандидаты встретились с избирателями. Они разъяснили им приоритетные направления предвыборной программы. На встрече обсудили дефицит специалистов в сёлах. Эту тему обсуждали и на встрече с сотрудниками областного управления сельского хозяйства. Посетили кандидаты и мясоперерабатывающее предприятие, коллектив которого поделился своим видением развития отрасли АПК в Казахстане. Сегодня партия Республика знакомит избирателей со своей предвыборной программой сразу в двух регионах. В Карагандинской области кандидаты в депутаты провели встречу с населением. Жители озвучили свои проблемы и каких изменений они хотят. Карагандинцы рассказали о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поднимали темы защиты прав человека, в особенности людей с инвалидностью, и как можно улучшить их социальные условия. А в Усть-Каменогорске представители партии встретились с предпринимателями города. Участники обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса в Казахстане, а также с какими препятствиями им приходится сталкиваться. Члены партии предложили свои решения, которые заложены в предвыборной программе. Агитационное турне продолжается. Члены республиканского предвыборного штаба Народная партия Казахстана провели больше двух тысяч агит-мероприятий в регионах. На этот раз партийцы посетили Атераусский нефтеперерабатывающий завод. Это один из трех поставщиков газа, топлива и других нефтепродуктов в Казахстане. Мощность переработки в год превышает 5,5 миллионов тонн. Сейчас здесь работают больше 4 тысяч человек. Члены агит-группы обсудили с коллективом вопросы развития отрасли, а также мероприятия по улучшению условий труда на производстве. Партийцы презентовали свою предвыборную программу, подробно обсудили предлагаемые меры по улучшению экологической обстановки в стране. На данный момент мы встречались с представителями нефтегазовых отраслей, энергетических и социальных сфер. Всего нами было проведено около 50 различных встреч. В рамках предвыборной кампании мы разъясняем им нашу предвыборную программу, слушаем их проблемы и разъясняем их вопросы. Активисты партии «Зеленых Байтак» и представители регионального штаба партии сейчас работают в Казалардинской области. Они встретились с трудовым коллективом одного из сельскохозяйственных товариществ, которое было образовано в 2016 году. Больше 160 работников товарищества занимаются производством, переработкой и реализацией риса. Высокотехнологичное оборудование из Кореи позволяет перерабатывать не только собственную, но и продукцию других хозяйств. Партийцы рассказали собравшимся о своей предвыборной платформе, о текущих и перспективных планах, целях и задачах партии. Ответили на вопросы, которые касались не только сельскохозяйственного производства и культуры земледелия, но и экологии, охраны окружающей среды и здоровья. Представители партии «Байтак» за время агитации встретились со многими трудовыми коллективами областного центра. Проведено больше 70 агит-мероприятий. В рамках агит-компании кандидаты в депутаты от партии «Акжол» прибыли в Акмолинскую область. Они посетили ряд важных промышленных объектов региона и встретились с жителями. Первым пунктом визита стало предприятие по производству полимерной упаковки. Трудятся на нем больше тысячи человек. Акжоловцы ознакомились с ходом работы в фабрике, пообщались с сотрудниками. Они в основном задавали вопросы социального характера. В завершении встречи партийцы и представители организации обменялись мнениями и предложениями. После члены республиканского предвыборного штаба побывали на заводе по выпуску и сборке сельхозтехники. Поговорили о темпах развития отрасли, а также рассказали о целях и задачах своей предвыборной программы. В этот же день акжоловцы встретились с трудовым коллективом дилерской компании по поставке спецтехники для АПК. Кандидаты в депутаты от Общенациональной социал-демократической партии встретились с жителями Астаны. Участники мероприятия многодетные матери и работающие молодежь обсуждались вопросы предоставления государством арендного жилья без права выкупа, а также проблемы трудоустройства и заработной платы. Партийцы выслушали мнения всех собравшихся и пообещали взять озвученные вопросы под контроль. Кроме того, потенциальным избирателям социал-демократы рассказали о предстоящих парламентских выборах и обозначили основные положения своей программы. По обращению молодежи встретились с участниками конкурса «Жилье для молодежи», которое было предоставлено на 5 лет без права выкупа. На сегодняшней встрече поднимались очень насущные проблемы. Вопросы по жилью, по заработной плате. Готовы ли к главному политсобытию этого года избиратели? С каким настроением они собираются пойти на выборы? На эти вопросы отвечали сегодня жители Шымкента. Я обязательно, как гражданин республики Кагастан, я иду на выборы, потому что от каждого гражданина зависит судьба нашего народа, нашей республики. Жду, чтобы наш Казахстан процветал, жена Казахстана, и чтобы мы были всегда на первом месте. Да, конечно, собираемся, потому что это важно для нашей страны, для нас. Ну, ждем, наверное, поддержки, помощи. Конечно, проходили, изучали, смотрели, кто подавал кандидатуру. Конечно, ждем, как говорится, поддержки от правительства. Пойти на выборы в первую очередь, ну, это обязательно, я думаю. И я сама лично пойду. Потому что за будущее наше, за Казахстан, за будущее Казахстана, переживаю. Мой голос какое-то решение дает. Да, на выборы 19 марта я обязательно пойду. Это моя гражданская позиция, потому что я считаю, что от выбора каждого гражданина нашей страны зависит наше будущее. Ну, мне кажется, стоит обратить внимание на жизнь пенсионеров, как-то улучшение их, не знаю, пенсионные какие-то, хотя каждый год в стране у нас и повышают, конечно, пенсию, но все же и действительно на медицину, наверное, больше внимания обратить, потому что медицина, конечно, оставляет желать лучшего. С 19 марта я пойду на выборы, так как это... Я считаю, что каждый гражданин Казахстана должен пойти на выборы, сделать свой выбор. Я считаю, что новому составу нужно будет обратить внимание на медицину, на торговлю, на цены. Инициаторов опросов общественного мнения в соцсетях на выборную тематику ждет штраф. Сейчас такие факты не единичные, сообщили в штабе за честные выборы. Юристы напомнили, в агитационный период соцопросы вправе проводить лишь зарегистрированные юридические лица, предварительно письменно уведомившие ЦИК. А за пять дней до выборов полностью запрещается публикация результатов любых социсследований. Дату празднования Дня Учителя изменили в Казахстане. Если раньше его отмечали в первое воскресенье октября, то теперь свой профессиональный праздник педагоги будут отмечать 5 октября, как и их коллеги в 100 странах мира. Соответствующее постановление принято правительством. Отметим, что по данным Министерства просвещения, в стране работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. В Петропавловске открылась выставка, посвященная 130-летию Махжана Жумабаева. Уроженец Североказахстанской области был одним из основателей новой казахской литературы. В историко-кроеведческом музее представили генеалогическое древо его семьи, фотоснимки и документы, отражающие творческий путь выдающегося поэта и публициста. В экспозиции можно увидеть и его личные вещи, в частности, его молитвенный коврик, книги, домашнюю утварь. Первыми посетителями выставки стали представители местной творческой интеллигенции и студенты. В Щучинске продолжается чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров, где участвуют сборные из 40 стран. Казахстана представляют по 10 спортсменов от каждой возрастной категории. Пока в копилке нашей сборной нет медалей, но тренерский штаб надеется на последние дисциплины. Тем временем зарубежные гости высоко оценили уровень организации чемпионата, инфраструктуру и особенно натуральный снег на трассах. Во многих странах им приходится выступать на искусственном покрытии. В биатлоне, кроме меткой стрельбы, большое значение имеет скольжение лыж. За это в командах отвечают сервисмены, такие как Дмитрий Смотров. Он тренер-смачек казахстанской сборной с большим опытом и стажем. На этом все. Я напомню, все наши новости доступны на мультимедийном портале khabar.kiz. Это мы также есть и в социальных сетях, в Facebook и Instagram. О выпуске новостей вы можете посмотреть на видеохостинге YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok